Золотой глобус за лучший мини-сериал, Эмми в той же номинации и 8 номинаций за лучшую актерскую игру в этих же премиях. С вами Антон Павлов и поговорим о Фарго. Сюжет рассказывает нам о загадочном парне Лорни Малва, который случайно встречается с забитым и скромным страховым агентом Лестером Найтгардом и полностью меняет его жизнь, подталкивая к несвойственным ему действиям, а зачастую кровавым и криминальным, заставляя раз за разом выпрыгивать из его зоны комфорта. Если рассматривать факты о сериале, то сразу понятно, что он не мог выйти плохим или скучным. Во-первых, потому что он является спин-оффом к одноименному фильму «Братьев Коуэнов» 95-го года выпуска, которые в данном случае выступили продюсерами. А то, к чему причастны Итан и Джоэл, априори не может быть плохим. Во-вторых, режиссерами телевизионной версии Фарго стала команда, которая создавала такие сериалы, как «Во все тяжкие», «Калифорникейшн», «Клиника», «Доктор Хаус». А эти названия, как ни крути, говорят сами за себя. В-третьих, это актерский состав. Харизматичный Билли Боб Тортон, разносторонний Мартин Фримен, который приятно удивил меня убедительной передачей характера своего персонажа, показавший и зарекомендовавший себя в «Брекин Бэт» Боб Один Кёрк. Но и не только они показывают высокий уровень актерской игры, даже менее знаменитые актеры показывают действительно высокий уровень. Сериал цепляет своей атмосферой. На протяжении всего сезона не покидало ощущение абсурдности происходящего. Казалось, что в любой момент это может оказаться просто сном главного героя или каким-то безумным флэшбэком, но никак не реальной историей. Смешной, абсурдной, кровавой, жестокой, но реальной историей. Это реальная история. В итоге мы имеем действительно отличный пример хорошего и качественного мини-сериала, который держит в напряжении и заставляет ждать новые серии. Смешной, жестокий и невероятно атмосферный. Ну и о Фарго всё. Своё мнение о данном сериале оставляйте в комментариях под этим видео. С вами был Антон Павлов. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»